Баку Вот в этот раз я мою красотку вывезу, да, и очень рад здесь быть, потому что, во-первых, здесь очень дружелюбные люди, значит, мои друзья здесь есть. Во-вторых, правда, теплее, все уже цветет, город такой красивый, и очень вкусно все. У вас уже пили уже на завтрак? У нас сегодня такой завтрак был, что, наверное, уже сразу и обед, и ужин. Мне кажется, мы уже начали завтракать со вчера, да? Со вчера. С самолета. А, меня встретил в Палат Буль-Быля-Глы, да, и уморил просто таким обедом. Ужином, наверное. Я не знаю, но... Ну, такой обед, плавно переходящий в ужин. Здесь мало вот этого нет здесь, вот, знаете, сели чуть-чуть, поели, там, калории, сколько мы потребили, нет. Есть просто настолько гостеприимные люди, вот все, что есть, сразу и стол, и столько рассказов, остановиться невозможно. Вклиниться невозможно вообще. Да. Поэтому вчера вкушали явства, бакинские, и слушали истории большого человека. Да. Нет, сейчас нужно забыть о диете, сейчас только праздник, весна, день рождения, любимые люди. Да. И знаете, вот интересно еще, когда глазами своего ребенка или своей жены снова проходишь по тем местам, когда ты раньше вот радовался этому и был вот здесь. И вот по-новому смотришь на это, знаете, когда тебе ребенок спрашивают, почему деревья, там, листья шевелятся, и начинаешь рассказывать, что ветер, а потом понимаешь, что ты десятки лет об этом сам не думал. И здесь тоже. Ну, я вот сколько раз мимо девичьей башни-то и ходил там, и так далее. Ну, когда я это все рассказываю моей жене, а теперь, когда нам еще и спортсовод профессионально рассказывает, столько нового узнаешь, столько новых эмоций. Здесь очень город такой, намешано столько этнических людей, сколько культуры здесь, знаете, и можно перечислять огромное количество людей, которые просто музыкой занимаются. Я и Муслим Магомаева знал хорошо. Я знал Вагиф Мустафа Задея, гениального совершенно джазового пианиста. Рашид Бейбутов, вы знаете, как-то сразу приходит, я не знаю, вот я не буду сейчас вот как бы обижать других кого-то там, бывшей республики, но я не могу сразу столько назвать людей там, из музыки, из культуры, как вот здесь. Вот, это очень здорово, это чувствуется. Я, когда у меня здесь были концерты, всегда были, я надеюсь, еще и будут полные залы, и всегда так тонко чувствовали музыку, и мне всегда так приятно было здесь работать. Вот каждый нюанс, публика всегда это реагировала, это очень тонко, очень четко. Не только радушие, гостеприимство, а люди очень воспитанные, у меня всегда это грело душу, поэтому в Баку, в Баку я буду завтра отмечать свой день рождения. А какой подарок хотите получить? Цветущее дерево. Подарки будут завтра, а сегодня звездная пара погрузилась в историю и культуру Азербайджана. Завтрак у Олега и Марины был традиционный азербайджанский. Пара попробовала знаменитые бакинские кутабы, яичницу с помидорами, черную икру и свежеиспеченный тандыр. Как это хорошо! Так, внимание! Вкусно, да? Мы так вкусно поели, кстати. Такая женщина нам давала этот такой, как есть, там дыр, лаваш. Да. Вот, потом, какую здесь яичницу? Я вот этот секрет не понимаю. Я сколько раз уже в Баку это ел. Намоленная, сакральная бакинская яичница. Вот это с помидорами этими, это невозможно. Да, с сковородки. Много интересного и познавательного Олегу и Марине Газмановым рассказал известный бакинский экскурсовод Фаут Ахундов. Многие исторические факты приятно удивили пару. Нас удивило то, что мы просто вот за 10 минут прошлись по 18 веку, приблизились к 19 веку и оказывается столько здесь истории, столько здесь ситуаций связанных с бизнесом, с политикой. Ну, в общем, мы только в начале, да, с женщинами, да. Да, что здесь, извини, что здесь получается еще до, там, значит, до декларации, там, значит, вот этого вот западного мира, да, уже за много лет до этого была принята своя декларация, что женщины были грамотными, да, во-первых. То есть те люди, которые поднимали здесь нефтяной бизнес, вкладывали деньги в поднятие грамотности населения вообще. Это еще до советской власти было. Удивительно, конечно, и здесь, собственно, люди приезжали делать деньги и были далеки от политики. И здесь вот эти все диаспоры национальные, которые здесь жили, они так развивались гармонично друг с другом, что появилось совершенно уникальное вот такое место, уникальный город, и он, собственно, и традиции эти до сих пор есть. Абаку, с чем ассоциируется у вас Абаку? С какой песней может быть? Может быть, фильм может какой-то смотреть? У меня ассоциируется чисто вот с историей. То есть вот это настолько город, в котором так много, вот намешано всего, вот такой микс. Например, вот старый город внутри, это вообще такой вот восточный город, да. Когда выходишь за стену, это уже западный город, у меня ассоциируется, что здесь все вкусно всегда, что здесь очень радушно. Вот фильмы, много разных фильмов. Мне это больше ассоциируется, наверное, с музыкой. Понимаете? И Каракараев, и вот, я уже говорил, все вот, и Магомаев, и Палат, и Беляглы, там, и вот, погиб Мустафа Азаде, там, и это, ну, все вот это настолько пронизано. И вот, знаете, вот это смешение разных культур, такой отпечаток. Вот, я помню, как в советское время обожали вот этих всех певцов, там, Рашид Бегутов еще, да, ну, это, Аршин Малалан. Это как нюансы эти вот, бокали какие-то. Вот этот город весь этот пронизан, он соткан из этого. Я, кстати, был Дарья Маруси, мы говорим, уже надо не то, что остановиться, а слегка притормозиться, вздохнуть, посмотреть глазами совсем другими вокруг. Как это, понимаете, у нас, у нас, я говорю, у нас, потому что я до сих пор ассоциируюсь все-таки Азербайджан, Россия. Все эти вот, это все вот близко очень мне вот здесь, понимаете, поэтому все говорят по-русски. И вот увидеть это все еще раз, другими глазами посмотреть, свободно, не торопясь. А еще тем более здесь такой у нас сегодня экскурсовод, это вообще сказка. А мне еще очень нравится, и Баку имеет точно свое узнаваемое лицо, свой вкус и свою полористику. И вот я сейчас стою и глазею, и я вижу, сколько красивых азербайджанок мимо нас павами проплывают. Я не вижу красивых азербайджанок. Вообще не вижу. Молодец! Видишь, я по-азербайджански говорю, молодец! Когда ее нет, вижу красивых азербайджанок. А когда она? Я тебе все расскажу сегодня. Вот, так что, не знаю, хорошее настроение. Мне подарили любимые цветы мимоза, значит, она где-то здесь цветет рядом. Так что мы в поисках. Вообще очень хотим посмотреть ваши горы, которые какие-то уникальные, какие-то... Ну, это уже в следующий раз. У нас времени мало, мы на два дня все уже были. Сегодня хотим разобраться, что такое у вас каждый вторник. Зажигают костры какие-то. Вот, да, с каким... Вот, праздник весны. Ну, в общем, будем по боку шмонаться. Нет, у нас завтра, завтра, да. Нет, нет, отмечать вот как раз праздник. А, да, праздник, да. Завтра хотим очень посетить православный храм. Нам сказали, что их здесь три. Вот, потому что день рождения, ну, по крайней мере, по нашим традициям, да, нужно немножко... Вчера мы были в хамаме, почистили наше, как бы, тело. Сегодня встретились с друзьями, да. Завтра будем... Сегодня вкушали, готовились к дню рождения. Завтра будем молиться, бродить по городу вдвоем и вкушать уже красоту этого города, да, здороваться с весной. Вот так отметим день рождения. Свой день рождения Марина будет отмечать 11 марта в одном из бакинских ресторанов. Пара решила отметить дату по-семейному, в романтической обстановке. Как сказал Олег Газманов, они сбежали в Баку от московской суеты, чтобы побыть вдвоем. Подарок любимой супруге он уже приготовил, но тщательно держит в секрете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова